Мы снимаем программу «В доске». Вам нужно ответить на пять простых вопросов. Если правильно на один из них ответите, мы вам подарим подарок. Так, Ксения, смотрите. Вопрос по истории. Что такое «Освенцем»? Я не знаю. Подумайте. Без понятия. «Освенцем»? Заблуждаюсь даже ответить. Да что, заблуждаетесь ответить? «Освенцем». Ну, хочешь, что с Германией связано? «Освенцем». А «Освенцем»? Дальше. А можно, чтобы не показаться глупой и не ответить на него? Можете не отвечать, конечно. Потому что я не знаю, что это. Там пытали вроде бы кого-то. Кого? Ну, не кого-то, а русский. Ну, русский пытали. Вы хоть «нет» скажите. Или «нет». 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 Знаете, чей ответ? «Ну». «Нет, не знаю». «Е***». Как в «Диснелэнд». «Так». Как в «Диснелэнд». Туда приезжали евреи. Евреев убивали. Всякие опыты на них ставили. Это лагерь во Второй мировой войне был. Для чего? Для военнопленных. Во второй вопрос по географии. Я понял, чей ответ. Назовите столицу Венгрии. Что? Венгрия. Честно. Не убегайте. Я ничего не знаю. Венгрия. Снова заблуждаетесь? Ой, не могу вообще. Все. А ну, украинские акции будут? Уворщина. Уворщина? Вена. Нет. Нет. Назовите столицу Венгрии. Дальше. Что? Да, вот так? Да, 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 вот так. Два. Два. Креп. Подожди. Или София? Нет, нет, нет. Да, не знаю. Венгрии. Так, ты думаешь? Я не знаю. Можно звонок маме? Можно. Мам, какая столица Венгрии? Будапешт. Правильно. Будапешт. Правильно. Будапешт. Красавчик. Хто написал месячный сонат? Не знаю. Шекспира? Нет. Ух. Ой, не помню. Не, не дещу тоже таке было. Это, значит, как музыка, как кохание человеку. Бах. Бах? Бетховен? Так, Бах чи Бетховен? Ах, в музыке у меня, к сожалению. Бетховен – это ж пес. Это не скажу. Бус секрет. Да? Наверное. Бетховен. Правильная ответственность. Клоунный сонат и Бетховен. Клоунный сонат и Бетховен. Петр Первый. И это правильная ответственность. Петро Первый. Чудовая ответственность. Вопрос 8 марта. Кто такая Роза Люксембург? Роза Люксембург. Слышала такое, похоже на влюбленную тетю, которая писала стихи. Ну, женщина. Понятно. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Роза Люксембург. Тоже не отвечает. Какая-то выдающаяся личность, которая чего-то достигла в истории. Таким банальным, обходим вокруг. Не знаю, знаешь, что ее честь эти улицы называют. А так не знаю. Кто такая Роза? Я не знаю. Роза Люксембург. Революционерша, по-моему. Это, которая 8 марта придумала. День солидарности. Там женщин и так далее. Сколько республик входило в СРСР? Честно говоря, я вам не скажу, могу перечислить, но, наверное, если Россия, Украина, Белоруссия, и что там у нас еще входило? И Литва входила, и в СНГ, что там входило? По-моему, 8 республик, если не ошибаюсь. Может, 7, точнее, не помню. На 2 умножим. Сейчас 21, что сколько? Около 20. Пусть будет около 28. Ну, штук 16. 10. Около 7, 8. 14, 16, 14, может быть. 15. Бачишь? И последний вопрос. Назовите антоним. Слово «короче» на английском языке. Тоже нет. Подумайте. На английском? На английском нет. Антоним это? Антоним это противоположное значение. Лонгер? Да, правильно. Мы вам сейчас подаем футболочку. Мейкет лонгер? Мейкет лонгер. Антоним, короче, лонг, лонгер. Да, лонгер. Правильный ответ мы вам дарим футболочку. Спасибо. Все, до свидания. Последний вопрос. Назовите антоним слову «короче», но на английском языке. Лонгер. Правильно. Мы вам дарим футболку. Эксклюзивную желтенькую футболочку. Все, всем спасибо. Все, всего доброго. Короче. Эск? Нет. Нет? Еще. Блин, капец, английский знаю. На русском языке антоним слову «короче» как звучит? Короче. На русском? На русском. Вот «короче», а антоним это? Блин, блин. Лонг? Лонг. И там еще приставочка в конце. Лонгер. Да! Нам дарим такую замечательную футболку. Блин. Держите, поведите. Кайф. Класс. Она вам очень идет, кстати. Супер. Спасибо, Аня. Всего вам доброго. Спасибо вам тоже. Удачного дня. Спасибо. Всех девчонок с 8 марта. Всего хорошего, любви, удачи и так далее. А вы? Вся страна. Ну, девушки, бажаем вам этого дня самого всего наикращего, любви. И чтобы все было у вас доброе. С праздником вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Плюс один першим.